Добрый день друзья! Сегодня изготовим еще один адресник. Очень интересный. Есть у меня вот такой гигантский пруток. И моя задача отрезать от него определенную заготовку. Отрезать буду на токарном станке. Точнее токарный станок мне поможет в этом мероприятии. Для моего станка отрезные операции чужды. Он просто не выдержит. Не хватит у него жесткости. Поэтому режу вручную. Установил отрезной резец и понемножечку, понемножечку. На всю глубину я не прорежу, но хотя бы, так сказать, на керню. Разумеется, необходимо обработать и противоположный торец заготовки. Устанавливаю ее в патрон через высокотехнологическую технологичную проставку. Следы от резца после токарной обработки стоит убрать сразу же. Поскольку впоследствии поверхность будет полироваться. И столь глубокие риски не позволят получить нужного эффекта. С помощью суперклея приклеиваю к нашей болванке вот такую вот алюминиевую оправку. С ее помощью у меня появится возможность зажать это все в токарный станок. Устанавливаю в заготовку патрон токарного станка. Поджимаю центром и протачиваю. Для большей оригинальности выполню еще и накатку. Будет своеобразный гурт. Словно на монетах. Фиксирую заготовку в специальной оправке и фрезерую рисунок. Все надписи произвожу гравировкой с помощью вот таких вот фрез. Я их называю фрезогвоздь. Конечно это технически неверно. Но жаргон всегда имеет место быть. Для удаления стружки, которая имеется на нашей детали использую white spirit. Финишную обработку я произведу с помощью кусочка замши и пасты гои. Я, честно вам признаться, давно отказался от привычного способа полировки. С помощью войлочного круга и той же самой пасты гои. С помощью замши получается гораздо качественней. Все дело в том, что от войлочного диска остаются очень глубокие риски, которые портят поверхность. Надписи и корону выделяю с помощью краски. Краску разбавил до жидкого состояния, чтобы она хорошо затекла в выфрезерованные места. Излишки краски удаляю салфеткой, слегка смоченной в бензине. Вот такое практически ювелирное изделие получилось. Практически потому, что не из драгоценного металла. Нужно признать, мне было бы очень интересно поработать именно с драгоценным металлом. Например, с серебром. Но его пока что у меня нет. Специально для Ричардсона олевинное сердце. Скоро для него будет вот такой сюрприз. Крепление к ошейнику с помощью прищепки. Может быть, крепление осуществляться и с помощью брелочного кольца. Все зависит от ошейника, от размеров собаки. Пишите свое мнение в комментариях. Мирного неба в нашей стране. Жму руку, но посран. Пока. Для того, чтобы заказать адресник для своего любимого животного, пишите мне в инстаграм. Ссылка будет в описании под видео.